Друзья, всем привет! У многих утро начинается с чашки кофе и выкуренной сигареты. Я вам покажу технику, выполняя которую каждый день 3-5 минут вы сохраните и приумножите свое здоровье. С вами Сергей Чернов, врач-мастер йоги. Первое, что вам нужно сделать сразу после пробуждения, это выпить большой стакан воды. Вода не должна быть ни холодной, ни горячей. Оптимальная температура 40-50 градусов. Это поможет вашему желудку, желудочно-кишечному тракту, мягко запуститься и включить организм. Кстати, вы знаете о том, что тибетские монахи как раз-таки утром пьют натощак такую воду. А в Китае детей тоже с ранних лет приучают перед едой за полчаса начинать день со стакана теплой воды. Поэтому будем восполнять дефицит этих знаний в нашей культуре. И пойдемте пить утренний стакан воды. Я использую бутилированную воду. Довожу ее до нужной температуры в чайнике. И выпиваю утром не меньше вот такой вот кружки. Пить воду нужно мелкими глотками. Следите за тем, чтобы, опять же, не было кипятка. Кипяток это плохо обжигает слизистые. После того, как вы выпили воду, сразу, либо через некоторое время, приступайте к работе с животом. Второй пункт, который я утром всегда делаю, это брюшные манипуляции, работа с животом. Эти техники относятся к упражнениям из хатха-йоги. И наули, которые я покажу чуть более позже, является самой эффективной шаткармой, то есть очистительным действием из практики хатха-йоги. Самое простое упражнение, которое вы можете все выполнить, кто смотрит это видео, называется вакуумное втягивание живота, или по-иогически, удеяна-банха. Для этого нужно поставить ноги на ширину плеч, упираясь руками в верхние части бедер, делать полный выдох, и после полного выдоха стараться сильно втянуть живот, подтягивая живот к позвоночнику и вверх к диафрагме. Выглядит это следующим образом. Делаем выдох. Мягенько отпустили. Если это ваш максимум на сегодня, то делайте хотя бы 10 подходов этого упражнения. Отдохнули, сделали снова глубокий полный вдох, и сделали полный выдох. После выдоха втягиваем сильно живот. Держим несколько секунд, отпускаем, распрямляемся, делаем спокойный полный вдох, спокойный полный выдох. Эволюция этого же упражнения. После того, как оно у вас качественно, легко получается, можно учиться выделять мышечный жгут из прямых мышц живота и осуществлять пульсацию. То есть в йоге это называется агнесаракрия. Когда мышечный жгут сначала выделяется, потом мышцы расслабляются. Выглядит это следующим образом. Техника делается тоже на задержке после выдоха. Делаем спокойный вдох, делаем полный выдох, втягиваем живот, выделяем мышечный жгут. Делаем 3-5 раз, отпускаем, спокойный глубокий вдох и спокойный глубокий выдох. Затем снова повторяем. Полный вдох, полный выдох, втягиваем живот, выделяем мышцы. Тоже рекомендую делать хотя бы 10 подходов каждое утро. Если и эту технику вы освоили, то дальше начинайте осваивать снаули. Берем мышечный жгут, который мы выделили в прошлом упражнении, и стараемся его сместить сначала влево, затем вправо. После того, как вы получили контроль над этим вектором движения в своем теле, можно объединить эту технику в единый комплекс движений, который называется наури. Выдох. Вакуумное втягивание живота. Вращение жгутом осуществляется сначала в одну сторону. Я работаю против часовой стрелки, затем в другую сторону несколько раз. Еще более эффективная техника, которую я сам ежедневно использую, это синтез науле вместе с агнисаро-криэтос. После того, как я повращаю жгутом, я выделяю прямые мышцы живота, осуществляю несколько пульсирующих движений вперед-назад. Я это делаю вот так. Отпускаю мышцы, делаю спокойный глубокий вдох, спокойный глубокий выдох. Это один цикл. Каждое утро я выполняю не менее 10 циклов. В пользу этих двух техник выпивание стакана воды и работа с брюшными органами заключается не только в качественном массаже всех органов живота, но также создает отличную среду для функционирования лимфатической системы. Центральный лимфатический узел находится прямо под диафрагмой. Когда мы делаем выдох и втягиваем живот, создается разность давления, благодаря чему лимфа с периферии, по периферическим сосудам начинает течь в центральный резервуар. А как вы знаете, лимфа и лимфатическая система – это основа нашего иммунитета. Поэтому выполняйте эту технику. Каждое утро я сам это делаю. Подтвердил на своем опыте, на опыте сотен и тысяч людей, которые выполняют эту технологию. Будьте здоровы! Спасибо за подписку на канал, лайки. До встречи в новых видео. Пока!